Привет, с вами Андрей, мы продолжаем Шадарт Ихсель Данжен. Остановились мы в данный момент в пещерах, победили босса ДМ-300, собрали с него прокатые осколки, две штуки нам выпало, это конечно немного, максимум там 3-4, но все-таки. У нас собственно в данный момент вот такое вот снаряжение, амфибия, кольцо урона, талисман предвидения на рукавни гильдии воров, зуб мимика и кнут на нолик. Собственно вот такое вот у нас остальное снаряжение и по способностям у нас вот так вот представлено собственно. Плюс 2 очка, скорее всего будем качать. Ну возможно парирование, либо таранное сбрасывание, какой вариант взять на единичку, на таранное сбрасывание. Ну опять же 7 и больше, это надо еще настакивать, то есть нужно на скорость атаки, чтобы мы могли настакать. Опять же не всегда работает сталкивание, поэтому вот это будет работать всегда. Ну ладно, в большинстве случаев собственно. Столица Дворфов когда-то была величайшим государством городом Дворфов. В свои лучшие годы Дворфы создавали интугтивное оборудование из металла и магии, которое им обеспечивало быстрый рост городу. Затем в один прекрасный день ворота забаррикадировали и боли о Дворфах никто ничего не слышал. Тем, те немногие, которым удалось сбежать из города после того, как его закрыли, рассказывали про сумасшедшего чернокнижника, узурпированного, узурпировавшего престола и про страшную ногу, которую он использовал в своих целях. Но мы знаем, что за чернокнижник, что с ним стало и так далее. Собственно, у нас есть некоторое количество монет. Давайте вместе с вами купим футляр для свитков. Вот. Я вот заметил, что я бурдюк найти не могу. А вот, бурдюк перенесся, нифига себе. Ха-ха, класс! А бурдюк теперь у нас лежит в поясе для зелий. Оригинально. Оригинально. Мы получили достижение бьюочный оскок. Оно получается тогда, когда вы получаете все возможные так называемые сумки для хранения предметов. В нашем случае мы их получили все. У нас их 4 штуки. Собственно, это росинки, футляр для свитков, пояс для зелий и последний волшебный чехол. Давайте поисследуем этаж. Посмотрим, что нас ожидает. Нам подсказывает то, что здесь что-то присутствует. Давайте посмотрим, что это. Это ловушка проклинающая. Чтобы деактивировать проклинающую ловушку, вы кидаете любой предмет, который у вас есть, кроме экипировки. Оружие, либо доспеха. Это, кстати говоря, мимик. Нам, чтобы его убить, нужно будет использовать на него подпирание дверей. Давайте используем подпирание дверей. Почему я узнал, что это мимик? Потому что у него на лице это написано. Давайте подождем мимико. Деремся. Собственно, мы забили мимико, получили зелье ментального зрения, длинный меч проекции. Кстати говоря, один из хороших зачарований проекции, это увеличение дальности оружия. То есть, учитывая то, что это не лишнее оружие, то у него дальность плюс одна клетка. А у дальнего оружия будет он сквозь стены бить. Я говорю, зачем мы не проекции. Ледяной элементарь. Один из самых тяжелых противников. Потому что он замедляет вашу скорость атаки. Он самым упустимым, он уносит вам мобиль. Собственно, один из дверков, точнее, двое, как вы видите, у меня точность прям оставляет желать лучшего. А самое веселое, что сюда пришли еще два. И они нас зажали из-за этого. Давайте схитрим. Обратите внимание, они меня не могут. Он не видит, не может встать. Смешно. Обратите внимание, морозный элементарь, который пылающий. Мне на самом деле это смешно. Вы когда-нибудь видели морозного элементаря, который был пылающим? Мы опознали кольцо. У нас кольцо плюс один. Неплохо. Эти ребята что-то решили побежать. Давайте их сюда притащим. Раз, два, три. Мы их убили. Да, дверь жалко, но все-таки это один из самых быстрых способов избавиться от этой компании. Тут скорее всего где-то здесь должен быть подверг. Да, палисман у нас усилился немножко. Мы видим еще одного. Как мы видим, у нас внизу ничего нет, поэтому мы можем стрелять. а мы в принципе можем спокойно ходить, потому что талисман предлиния нам подскажет, где находится ловушка, а поэтому мы можем при безопасности ходить. Чернокнижник маг, ему надо подползать аккуратно, чтобы он у вас увидел только самый последний момент. Собственно, два у нас ребятенка. В ролике манья точность оружия просто поражает. Чего оружия не расстает, так это точности. В принципе, таран был бы неплох, но опять же у нас плюс два, как вы видите, будет. То парирование тоже в целом неплохое, но я думаю, что защита лишней не будет, как мы взяли защиту. Мы видим еще одного мага, давайте его подождем. Эта гнида нас увидела раньше, чем я планировал. Давайте убьем его. Мы получили, взяли левитацию. У нас меньше клои на здоровье. Нам предлагают либо сундук с рандомным предметом, это может быть кольцо, палочка, артефакт, либо фиксированные изделия свитки. Мы, конечно же, выбираем фиксированные изделия свитки, тем более тут трясет с усилием превращения, и у нас они в данный момент более приоритетны. мы видим еще двух гурталатов. Давайте подождем, пока они подползут. Берите внимание, бьют они у нас двое. Это очень плохо, но все-таки мы можем выдержать двоих. Еще получили одно опознание, семечко грозовой лозы, зелье силы. Давайте выпьем зелье силы сразу. Выпили зелье силы. Собственно, это пьерестал, так называемый жертвенный огонь. Сюда нужно притаскивать таких вот ребят вордалаков для того, чтобы они вам настакали много. Благодаря их смерти подношение будет мощнее, 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 в конечном итоге оно станет достаточно мощным для того, чтобы вы могли его использовать. нам выдадут скроклятое оружие. Видим еще двух урдалаков. Давайте их перетащим туда же. Вам чтобы нас пытались обойти. нам это не нужно. А вы как вы видите нас потеряли. Ну что вы меня теряете то? давайте давайте ребятки бежим бежим бежим. Вот. А нам нужно бить на функцион, поэтому мы будем бить на функцион. А нам говорят то, что подношение недостаточно, то есть нам нужно еще. То есть мы убили уже четверых. Нам нужно еще видимо убить себя. Давайте еще поищем бурдалаков. видим еще. Стой! Куда ты побежал? Мы их могли бы убить. Ой. Здравствуйте. Обратите внимание маг понизил нам собственно броню. Причем он максимально ее понизил. Давайте ее просто убьем, чтобы он больше так не делал. Дали зель исцеление. обратите внимание то, нас из-за того, что маг понизил броню, нам очень больно с ними драться. Очень любимо. Давайте улучшим свой кнут на камень баланса. у нас не было особо выбора. Вот опять же два этих мобика берут на нас. Перекусим и подождем их. Они такие медленные. Представляете? Вот опять же видите, когда нужно, они за вами придут толпой. Когда не нужно, вы хрен дождетесь. Их прямо должны ввести за ручку. Не дай бог, они еще потеряются. Ну вот опять же смотрите. кастуем. на себя защиту. Как вы видите, у меня присутствует защитная стойка на 1-2 урона. мы получили перчатку упрямства. На самом деле перчатка упрямства это должна быть хорошая перчатка. Нам единственное, что нужно с нее снять проклятие, чтобы посмотреть, что она из себя представляет. по силе у нас получается уже 20, то есть мы в принципе могли бы даже проекции длинный меч одеть, но у нас есть тунг, поэтому для нас длинный меч проекции неактуален. Также у нас не так много здоровья, давайте вместе с вами установим его, по возможности попытаемся. У нас есть сон, давайте попытаемся поспать, я надеюсь нам не сильно кто-то будет пытаться мешать. Включаем сон. У нас не получилось поспать по максимуму, но все-таки сколько-то мы поспали и на том спасибо. Постойм на себе защиту для того, чтобы держаться подольше. пираню можем идти на следующий этаж. Вверху один нот, где берет, там то, что берет, берет. Нам подсказывают про наличие смертельной плачности. Мы видим пиранью, давайте ее с ней подеремся. Пиранья оказалась умнее нас. Давайте попробуем ее убить. Мы ее убили, учитывая то, что у нас закончился наше комбо по длительности, он просто упал. Мы видим вурдалаков, давайте с ними подеремся. Проблема вурдалаков в том, что мы могли бы взять на сбрасывание, но ее, собственно, и там опять же 7 плюс нужно, чтобы сбросить. То есть, 7 плюс еще, по идее, вы сможете набить. У нас еще плюс один, давайте возьмем еще защиту. У нас, собственно, теперь на защитной стойке 2.4 электрический элементарь, с ним опасно очень драться, потому что ваши палочки будут перезаряжаться, он магический. запертая дверь, мы ее нашли, значит, где-то на уровне присутствует ключик от этой двери. Это антимагический чемпион, один из самых опасных чемпионов, потому что вы с ним будете очень долго драться. потому что большинство боев проходят с ними через магию. Можно, конечно, пройти его пиздой, но вы будете убить чуть дольше. Исключение есть только если вы скосуете в оружие все. Собственно, комнаты с огромным количеством ловушек. Как вы видите, здесь их очень-очень много. И нам она не дает возможность их распознать. Давайте схитрим. Попробуем через стены распознать. Вроде талисман пятый, а дальность его прям космически маленькая. Честно говоря, что удивительнее. Попробуем. Давайте покушаем. Наш персонаж уже надоел всем голодом. Нашли ключик. Ключик, как вы помните, у нас была дверь. Откроемся листом. Мы видим то, что проснулся, собственно, дварф-монах со своей фокусировкой. Фокусировкой. Фокусировкой это мы, скорее всего, первый удар по нему промажем физической атакой. Поэтому первый удар можно ему сбить любым пометательным оружием. Нашли зелье очищения. У нас как раз оно под комнату идет. У нас комната с газами присутствует. У нас зелье очищения, собственно, для него. мы видим мага и мы у очень неудачной позиции. Маг, кстати, у нас тоже есть. Но маг исчез. Мы его сбросили. Но проблема мага в том, что он, скорее всего, с высокой вероятностью, он давал вам зелье. А из-за того, что мы, получается, не получили это зелье, ну, как вам объяснить, зелье разбилось, в общем, из-за того, что мы его сбросили. Клинок Убийцы Пламени, на самом деле, не самое хорошее оружие. Ну, оно для убийц, оно не плохое. Зачарование Пламени одно из самых плохих. Зачарование вообще. Почему? Потому что оно наносит, как бы, дополнительный урон, да, но этот урон не всегда будет вам полезен. А сейчас обратите внимание, мобы меня не имеют. Хотя я стою, и даже не прячусь, у меня ему спировки не такой нет. А их горем пополам меня увидели. Это смешно. А, ну, вот, собственно мы еще не весь этаж 뽑или. Угненный элементарь это очень плохо, а с угненным как-то водянистость, чтобы сделать воду в любом месте. Скорее всего вода не распространится здесь, на полу, с поврами. Как вы видите, здесь ничего нет. В принципе мы могли бы вместе с вами пробить респаун на поле врагов, опять же огненный элементарь. Давайте попробуем его убить через комбо. У нас это получилось сделать, но все равно комбо заканчивается, и враги пока вроде не предменились в ближайшее. У нас еще одна отвергка, видим элементаря, это гигантский элементарь, на самом деле это очень плохо, потому что гигантский элементарь он не выйдет из комнаты, но проблема у гигантского элементаря в том, что он водный. Точнее, он не водный, он магический, и из-за этого он нам будет очень сильно много урона наносить. и начинаем набивать на него урон. Бьем его, собственно. Это оказался миник гигантский, причем. Мы победили миника, забрали с него бомеранг. Нам нужно победить пять монахов, и нам дадут одно из колец, которые он припрятал. Вот, собственно, первый монах. Он сфокусировался уже, да? Давайте собьем его фокусировку. Берите внимание, фокусировки больше нет, мы можем его обить на эту сторону. Мы получили рацион пищи, давайте перекусим весь с вами. У нас нет пирогов, получается, обычных пирогов, чтобы сделать мясные пироги, чтобы наш персонаж был постоянно сыплен. Но пока двигаемся так. Где-то тут ледяная ловушка была, я правильно вижу. Вот, собственно, ледяная ловушка. Давайте приморозим наше мясо. Приморозим мясо. Подождем хотя бы какого-нибудь мобика. Нам бы в идеале, конечно, эти монахи. Но, опять же, в идеале это идеально. Можно, конечно, попробовать вот этих пробить, но проблема наша в том, что у нас ограничение по этому висит. То есть нам нужен массовый урон любого типа. У нас, как видите, его особо нет. Из массового урона у нас только сплэш в виде палочки в дробной волне от Физа. Ну и, собственно, палочка дезинтеграции, но это урон по прямой. Для нас будет не особо актуально. Вот. Нам подскажут, что где-то здесь присутствует ловушка. Вот, что удивительно. Видимо, нас пытается обмануть. Как вы видите, без... Вообще, нам бы в идеале, конечно, снять нут и одеть перчатку. Ну, снять, конечно, с него упрямство. Одеть перчатку. Почему? Потому что против чемпионов драться лучше... Ну, кроме одного чемпиона, конечно. Кроме гигантов всяких. Давайте попробуем снять проклятие. Если у нас снятие свиток. Да, есть. Давайте сняли проклятие. Давайте оденем каменную перчатку. Наша сила позволяет. У нас 20 дней силы. Также, если будет возможность купить камень баланс, то можно будет его купить. А каменная перчатка, она, по идее, самая лучшая для гладиатора. Особенно, если она будет зачурована. Но еще есть скорость опыта, то она будет вообще прямо вау. В принципе, я думаю, этот плюс, скорее всего, стоит двигаться больше. Либо попробовать пробить их вот здесь вот, поискать. Для этого нам бы в идеале поспать. Потому что у нас очень мало героев. У нас очень много героев. Давайте разбудим часть мобов. Как вы видите, проснулись сразу не все. Для нас это даже хорошо. Самое интересное, мы можем даже забрать что-то. Ну, понятное дело, мы не сможем его забрать, если не пинем сюда что-то. Давайте тут покачаем карисман, пока у нас есть такая возможность. Сейчас, скорее всего, должны все проснуть. А самый проблемный, конечно, вот этот. И тут очень много огневичков. Давайте вместе с вами используем их стратегии. Сейчас мы просто выползем отсюда. Почему именно экспресс-то единицы? Потому что там присутствует стол. Очень много магов, огня. Маги огня, как вы знаете, очень-очень больно бьют. Давайте убьем проецирующего. 200 единиц урона мы имеем в силу. Но все равно у нас, смотри, получилось, там видим, еще есть. Давайте подождем. Что-то проецирующий, как вы помните. Следующее такое наше вхождение для нас будет очень болезненно. Поэтому с хейдом вообще нельзя драться здесь. Но мы все-таки попробуем. Маг, который вы видите, очень-очень опасен для нас. Давайте его попробуем отпускать. Как видите, здесь магов очень много. И они причем с первого раза накладывают свое проклятие. Что удивительно. Собственно, гигантский чемпион, но он магический, как вы понимаете, для нас. Очень важно, чтобы это магическое чудо в нас не стреляло. Как вы видите, поэтому гигант очень мало урона проходит. Но давайте подождем. Ну, как у нас. Постуем защиту и убиваем. Выбили немножко золота и взяли следующий уровень. Мы пока печать не будем. Посмотрим количество амулетов. У нас 5 штук. Мы возвращаемся к компьютеру. Забираем кольцо, которое он нам может предложить. Это кольцо богатства. Одно из самых полезных колец, которые вы могли бы найти. Но единственная проблема в том, что у нас нечем его снять. Соответственно, нужно вернуться на предыдущий уровень и снять управлять этого кольца богатства и его использовать по максимуму. Как я увидел в одном из видео, кольцо богатства достаточно неплохое. Кольцо колыбельное обязательно забрать надо. Но познания нам не нужно. Эту магическую карту хотелось бы забрать, но нам не хватит и мое денег. Вот здесь мы нашли камень баланса. Теперь у нас рассеиваем чар, собственно. Сменяем. Снимаем чары. С кольца подрастают, тем самым у нас кольцо богатства перебивается. На кольцо урон. Продаем. К нам прибежали двое очень нехороших ребят. Давайте продадим лишнее. Понятна причина, что их двое. Очищение не обязательно забрать. Только не уйти. Также карту можно забрать. Загрейдим баланс на скорость. Нашу перчатку. Забираем невидимость. Телепортация неплохо. Но не лучше, чем карта. Опознание нам нужно. Урона. Очищение жизненно не отходило. И так мутация тоже будет. В идеале забрать еще бомбы, но у нас закончились двое. Давайте посмотрим, можем ли мы убить по площади. Да, у нас есть обрушение. Но у нас скорее всего урона будет немного. Это гигантский ледяной элементарик. Им надо драться не в голове. Биллианский чемпион блокирует 80% дамага. То есть его нужно, если не... На нем очень удобно насакивать. Как вы понимаете, маг нам зашел в спину. Давайте натиском попробуем его убить. Обратите внимание сколько урона было. Получили холод, получили еще один холод. Вот. Очень мало еды. Мда. Еды прямо очень мало у нас. Нам прямо с едой откровенно не везет. Ну ладно, я думаю. Мы пособьем на бибарку. Мага не стоит. Мы расставляем все волос. В принципе можно другую забрать золотые. У нас нет палочек с огнем. нам сработал, получается, кольцо богатства, и нам дали немножко богатства. Ну ладно, на этом мы вместе с вами пока закончим, всем спасибо за просмотр, с вами был Андрей, всем пока.